Здравствуйте, мои дорогие садоводы и огородники! Сегодня 31 июля 2017 год. На улице очень жарко, душно и очень сильный ветер. И еще очень много слепней, оводов и комаров. Просто какой-то кошмар. И несмотря ни на что, пришло время мне выкапывать свой чеснок. И что я хочу вам сразу сказать. У многих людей в этом году пропал чеснок. А вы спросите, а почему он пропал у них? Да потому что очень много было дождей. И очень много в этом году нашествий слизней и улиток. И несмотря на это все, у меня все-все-все выжило. И в том числе и чеснок. И я уже две гряды выкопал, самых больших. И вот осталось мне поменьше гряду, третью выкопать, и четвертую большую гряду. И что я хочу сказать. У меня чеснок очень хороший, такой крупный и средний. Мелкого нету. И вот посмотрите в каком состоянии. Просто в замечательном. Видите? И что я хочу еще, мои дорогие садоводы-огородники, сказать. Когда чеснок выкапываете, старайтесь его не руками выдирать. Руками-то можно выдирать. Но только это у того, у кого почва легкая, такая чернозем. Но, как правило, у нас с вами у всех тяжелые почвы. Такие песчано-суглинистые. И поэтому, если вы будете руками вот так вот брать, да еще одной и выдергивать. Ладно, если земля у вас будет после хорошего дождя, как вот вчера у нас наводнение было, еще можно там 10 вырвать, не повредив нормально. А 11 бывает, что вместе с корнями там земля остается, и он лопается. Поэтому лучше так не рискуйте. Но если будете выдирать, выдирайте только из хорошо пролитой почвы. Но лучше взять штыковую лопату и делайте подкоп, да, подкоп на себя, да. А потом уже вырываете чеснок из почвы, вынимаете. Или возьмите лучше роготульку. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Дорогие садоводы и огородники, вот есть такое приспособление, уникальное, эксклюзивное. Видите, такая вот роготулька, видите. Вот. Я не знаю, для чего она нужна, в принципе, но я ей очень хорошо придумал выкапывать чеснок. И при этом всем он не повреждает, не повреждается. Вот, смотрите, как я это делаю, сейчас я вам покажу. Значит, берем эту роготульку, чтобы не повредить, видите, чеснок. Вставляем вот так вот. Вот, сейчас я вам покажу. Одной рукой неудобно снимать. Вот, видите, я вам показываю. Это вот чеснок, видите. Вот. И вот так вот ее, как бы, всовываете туда, втыкаете, видите. Подальше нужно от головки. И до самого конца. Вот, видите, воткнул я. Дальше берете и на себя. А одной рукой придерживаете стебель чеснока. Сейчас я вам покажу. Так, вот, видите, я держу и вот подкапываю. Вот. Видите, как здорово получается. О, ничего не повреждается. Видите, уже выкопал. Видите, какой у меня крупный чеснок обалденный в этом году. Вообще просто, да, изумительный чесночок. И, дорогие огородники, что я вам хочу сказать. У меня посажено было в том году, осенью, поздней, где-то около 300 штук. Ну, где-то там 270, ну, плюс-минус, я уже точно не помню. Да, наверное, штук, наверное, 270 зубков. Итого выросло, вы представляете, почти около 300 штук крупного шикарного чеснока. И вот сейчас я буду все продолжать выкапывать. А потом вам уже покажу, какой у меня чеснок. Я его развожу, сушится. У меня есть сарай. И пусть он там сохнет. Дней 20-15. А там будем смотреть. Все зависит от погоды. А потом уже я буду обжигать на газу корешки, сушить его, продолжать. И он будет лежать у меня до самой-самой весны. Ну, а на этом все. Не забывайте заходить ко мне в гости. Пока. Будет очень много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok